Пришла данная мысль не только мне, а еще и Альянсам. Ну и в результате в этот раз его забанили, поскольку ТБ это сильнейший герой против Найкса почти в любой ситуации. Ну, Альянс не печалится. Альянсы знают и других героев, хорошо работающих против Найкса. И один из этих героев это Тролль. Тролль хорош. Тролль молодец. Тролль башит его, тролль разгоняется, тролль в анексу вам побеждает Найкса. Особенно если тролль покупает манки кинг бар против Найкса с Радиансом, Солором и Талантами. И соответственно, Мэд Лэдс нужно в очередной раз придумать, что же делать против тролля. При этом у Альянс есть Абадон. И Абадон весьма хорош. Абадон хорош против Баунти Хантера с треками. Абадон сейвит своего союзника против Инфес Бомб. И если находится рядом, и Абадон, ну как минимум в замесе, садится на Найкса и замедляет весь замес. Ласт пик у Альянс и следовательно тянуть с мидером не стоит. Зачем? Ты можешь выбрать прямо сейчас. Чтобы не взяли Мэд Лэдс, Альянс в любом случае это будет каунтер пикать. Соответственно, лучше всего брать мидеры сейчас. Чтобы потом можно было подбанить будущую контру мидера. Напомню, что некоторые команды у нас любят тратить время. Это, допустим, как в прошлый раз ребята думали АТБ потратить все свое драгоценное время. Но потом они его взяли. Ну и, в общем-то, закономерно выиграли. Мэд Лэдс со мной согласны. Они берут Лину. Как бы мидера имеет смысл брать именно сейчас. Только потому, что потом у Мэд Лэдс будет еще один бан. И они могут забанить то, что контрит Лину. И молодцы. Ну, как минимум, основы пиков эти ребята знают. Они понимают, что необходимо делать. Лина стоит на дистанции. Лина больно бьет по троллю. Троллю будет трудно добраться до Лины. И, ну, неплохо. Это хоть что-то. Плюс в комбинации с Баунти Хантером Лина получает хороший старт в миде. При условии, что они будут бороться против одного героя. И Alliance задумались. Такого они не ожидали. Вау. Мидера взяли? Ничего себе. В прошлый раз Мэд Лэд взяли себе мидера Ласпиком. И они взяли такого мидера, после которого шансов на победу у них не было, в принципе. Ну, то есть их, как бы, шансы просто отсутствовали. Вот. Ну, а теперь ситуация меняется. Теперь это не несчастный Зес. Который банально не может убить здание. А Лина. У Лина имеется и магия. И физический урон. Она бьет издалека. Теперь пик Мэд Лэдс по сбалансированию. Осталось только придумать, какого кора забанить. Или мидера. Тут так получается, что тролль может пойти в центр и на легкую. В итоге они тратят все свое время. Они думают, кто же способен уставить в миде против Лины и против Баунти Хантера. И решили, что это Виномайсер. Окей. Ну, в прошлой игре Виномайсер был хорош только из того, что там был один Кэрри Найкс. Против которого ставишь змейки, и он бегает. Медленно, медленно, медленно. Плюс в прошлой игре был Бэтрайдер. Который, к сожалению, не знал, что нужно делать против Бэтрайдера. И неожиданно он зашел. Но сейчас это будет не Бэтрайдер. Очевидно, что его нет смысла брать, поскольку здесь уже имеется Абадон. Это как минимум один сейв на команду против Бэтрайдера. И ребята берут Тайт Хантера против Тролля. Там логика очень простая. Тролль очень быстро бьет. Тайт Хантер дает якорь, режет урон. И Тролль мало дамажит. Неплохо. Плюс Тайт Хантер это инициация Сау-Е. Соответственно, а потом кого-то будет спасать, но не всех. Всех он спасти не способен. Ласпиком залетает Некрофос неплохо. Тайт Хантер не так сильно напрягает Некрофоса из-за того, что у Некрофоса в основном магический урон. Ручками он бьет, но не так часто, как, допустим, тот же Тролль. И при этом Некрофос может ультовать под ультимейт Бэйна, под Бёрст Тролля. Ну, в общем, шансы в лейте есть. Единственное, что немножко жидновато снизу. Как бы нужно нафармить и Некрофосу, и Абадону, и Троллю нужно где-то найти свой фарм. Но в будущем, ну, Святочка достойная. В будущем они могут воевать. Ну, в этот раз я бы сказал, что пики 50 на 50. Если в прошлый раз я сказал, что полностью пик выиграли Альянс и вся доминация за ними, то есть Мэдлэдс нужно было рассчитывать на их ошибки, им нужно было рассчитывать на то, что Альянс будут бегать по одному, всю игру отдаваться, покупать шмотки, класть их в рюкзак, не использовать, и в некоторых моментах это действительно давало свои плоды, то сейчас, если Альянс будут играть так же, как играли в прошлой игре, то у Мэдлэдс есть все шансы. Так. Продолжение следует... Шадоу Шаманы Найкс против Абадона и Сэн Кинга. Нужно удержаться в начале Найксу. Эта линия может засноуболить. Если неожиданно Шадоу Шаман уходит, и если два героя начинают лопить Найкса, то пассивочка раз, пассивочка два, щиты, и Найкса заковыряют. У него ноль брони. Просто ноль брони. Тут линия как-то попроще. Здесь Тайт Хантер и Баунт Хантер, это не такая сноубольящаяся линия. Просто прочный Тайт Хантер и Бэйн. Я бы на месте вот этих ребят не дрался бы на кулачную. Тут Бэйн, у него 63 урона, и это без шансов для Баунти Хантера. Не, он, конечно, можно попробовать, но очевидно, что Бэйн сильнее. Намного сильнее. Поэтому здесь просто надо терпеть. Надо терпеть, аккуратненько стоять под вышкой. Баунти Хантеру вообще, наверное, можно уйти. Я не знаю, что он здесь собирается сделать. Как бы, друг мой. Ну, вы не убийцы. Нет. Тайт Хантер вкачал Кракен Шелл. У него нету Гаши, у него нет Анчер Смеша. Вот сейчас, может быть, тычку дашь? Давай. Ну же. Дай тыку. И вот как бы бежит Айт Хантер, и Бэйн все понял. И Бэйн просто будет бить тебя. Я бы на месте Бэйна вообще не заморачивался бы. Просто разворачиваю, сбью Баунти Хантера, и Баунти Хантер в итоге теряет ХП. Зачем ты это делаешь, Баунти? У тебя же нет щитка. Ты проигрываешь размен. Там 63 урона и 4 брони. И ХП у него больше. Почему ты дерешься? И в итоге он уходит. Выходит на центр. В центре Лина против тролля. Я бы сказал, что в миде он будет пополезнее. Намного полезнее, чем вот сверху против Бэйна, который его изничтожил. И Баунти отправляются ставить варды. Так, один вард есть. Кушает еще один тангусик. И идет вверх забирать Баунти руны. Может успеть забрать две. Здесь тем временем Бэйн зачем-то потратил Слип на Тайда. Они его немножечко побили, самый малый, но при этом Бэйн теряет сразу же две руны. Так он мог хотя бы побороться за них. И в итоге уже неплохо. Баунти пошел, забрал две Баунти руны. И теперь самое время отправиться на центр. Баунти сверху тебе делать нечего. Не надо бить Бэйна. Не трогай Бэйна. Первая заповедь Баунти Хантера. Если у тебя на линии дает Хантер. Без гаша. Ты его не убьешь, ты ему ничего не сделаешь. А у тролля можно вместе с Линой. Дать пару тык, похарасить, выбить регенчик и разводить. Пока Баунти Хантер находится в миде, тролль боится подходить. Тролль боится подходить. Лина аккуратненько добивает крипов. И этим нужно пользоваться. Так, вард. Вард стоит. Делает дабл стак. Так, ну и все. Видимо в мид он больше не вернется. Тролль не знает, кстати, есть Баунти Хантер здесь или нет. И поэтому тролль стоит супер аккуратно. Или нарадуется. Так, пошел не из Баунти. А тут Абадон и Санкинг. Вообще можно убить. При хорошей игре Шаду Шамана убить можно. Вот, например, ребята наглеют. Заходят в наглую подвыщечку. Санкинг копает. Абадон бьет. И вот сейчас. Вот сейчас выходит Шаду Шаман. Подкоп все еще на кулдауне. Нужно просто поймать Абадона. Его ловят. Подкоп все еще КД. Успевает на Экс прожать Рэдж. Станчик по двоим. Замедление в Абадона. И Абадон денает сам себя. Но Абадон умер. Такой маленький плюс. Он, конечно же, заденайался. Было бы лучше, если бы они его убили. Но в любом случае фраги делать могут. Вот. Если бы Шаду Шаман еще не тратил сетку в начале. Он бы мог просто добить Эзер Шока Мабадона. И был бы 100% фраг. 100% ФБ. Так, и вот теперь уже игра идет получше. Баунти помогает снизу. У Наэкса налаживаются дела. И Баунти помогает в миде. В игру вступает Бэйн. Как он так вступает? Я не знаю. Ночью под вышку идет. Что это? Бэйн. Что это было? Напоминает мне моих саппортов из паба. Там так же ты какой стоишь, типа вот за тролля. Все у тебя. Вроде бы неплохо. Ты там начинаешь фармить. Топ-2 акрирпстат на карте. И тут бах, выходит твой союзник. Заходит под вышку. Умирает. А дает ФБ твоему мидеру. И потом обычно Кэрри с легкой линии кричит. Какого черта мидер? У него денег больше, чем у тебя. Ну как бы вот, пожалуйста. Ага, димплей. Я понял. Одновременно два спыла. Алина закидывает. Что это? Что они делают? Что вы делаете? Что ты делаешь, Койква? Так, вопрос первый. Уважаемым работягам из чата. Почему тролль нажал на верлингекс и Бэйн после этого дал слип? Вопрос номер два. Зачем Лина просто развернулась и пошла умерла? Зачем она это сделала? Койква, зачем? Ты просто убегал по прямой. Вот так вот нажимаешь на кнопочку один раз и бежишь. Зачем? В итоге он в очередной раз выходит на центр. Его снова убивают. И это провал. Это две смерти, причем на ровном месте. Он просто въезжает на них, на Лине. И вообще ничего не боится. И... Я даже не знаю, как это описать. Это просто провал. Для Лины. Теперь он побежит. Да, теперь он просто побежит пешком. Причем, не умри он в первый раз, всего этого не было бы. Он просто мог уйти, отписываться на святыне и вернуться в центр. Он бы мог умереть ноль раз, но вместо этого он решил умереть два раза. Так, ну тем временем на легкой линии Некрофос доминирует над Дэйдхантером и прекрасно себя чувствует. У Некрофоса отличный крипстат и весьма неплохой закуп, чтобы гонять Дэйдхантера. Дэйдхантер сейчас находится под вышкой и понимает, что с большой вероятностью его будут убивать. Как бы тут стоял Бейн все это время, он никуда не уходил. И ребята выехали. Ребята ищут Тэйдхантер. Тэйдхантер неплохо Мансит выигрывает время, но его находится на Кинг и Тэйдхантер погибает. Писка нет. До свидули. Тоже не уйдешь. Но время выигрывает много. Хорош. Так, ну для этого фрага пришлось тянуться в Мадаре. Как бы он бегает, а в это время Абадон на сложной линии захватывает преимущество. Абадона отпустили. Тэйдхантер пришел в легкую, значит на X пойдет в сложную, но в сложной ему нечего делать. Если он фармит Радианс, если ему нужно нафармить там 3800, то сложный это явно не вариант. Поскольку у Некрофос, покупающий артефакты, будет намного сильнее. Он его затыкает. Так, нападение в миде. В миде бьем Лина, Лина снова погибает. Подходит Шадоу Шаман, выходит Баунти Хантер от НС Бомба. Но как-то, как-то, я даже не знаю. У него 16 брони на X. Если что. На что ты рассчитываешь? У него 16 брони. Ты его не убиваешь никак. Ну ты можешь попробовать, конечно, но как бы... 16 брони, зачем ты его убьешь? Вот бегает герой, у него 7 брони. У этого 16. Вот бегает Санкинг, у него 3 брони. Ты наносишь физический урон. И в итоге он бьет героя, у которого больше всего брони. У тролля брони в ближней форме больше, чем у Санкинга и Бэйна вместе взятых. Естественно, он ум не умрет. Как он умрет? Лол. Что это было? Так, ну и Alliance продолжает доминировать неплохо. Сказалось бы, ну, ребята пикают необычно, как бы играет не сверхъестественно. Но вот эти ребята ошибаются, причем уже вторую игру подряд. Начиная от Лины, которая в миде стоит и на равном месте может убежать. Но вместо этого она забегает в противника. И с другой стороны, кто у нас есть? Найкс, который телепортируется на центр. У него нет слотов. Вообще, у него только сапог и все. То есть, иди, фарми, Рейдинс. Нет, он прилегает в центр, бьет тролля. Того самого. У которого уже 17 брони. И неожиданно для него он его не убивает. Хотя это все изначально было ясно. По итогу, фармим. Ждем шестого уровня Баунти Хантера. На шестом уровне Баунти Хантера будет полезен. Пока он, ну, как бы исчерпал лимит своих возможностей. И нужно просто покачаться. И кровь, тем временем, на легкой линии. Вместе с Бэйном оставил Бэйну легкую, чтобы получить шестой. А сам фармит лес. Пассивочка. Вот та самая. Это как бы одновременно и пассивка, и активный спелл. Добивает крипов, восстанавливает ману, возвращается на легкую линию. Бэйн очень скоро получит шестой уровень. Тролль нажимает на батл транс. Фармит крипчиков. И как-то мэдлэдс просто потерялись. То есть они хаотично перемещаются по карте. Непонятно, кто что хочет сделать. И вот посмотрите на это. Вот бегает шаман без идей днем, без смока. Я не знаю, на что он рассчитывает. Вот так вот зайти без смока днем. Это невозможно. Ну, если ты не койкова. Если койкова, то койкова, может быть, тебя еще и вбежит. А эти ребята просто отбегают. И как бы стоять втроем в центре. Я не знаю, тоже зачем стоять втроем в центре. Втроем зачем стоять. Стоит Тайт Хантер, стоит Шадо Шаман. Вы оба хотите получать Экспиренс, но Шаман не получает Экспиренс. Шаман с такой стоял в миде. Баунти Хантер стоял в миде. Они оба получали Экспиренс. Пришел такой Тайт Хантер и прогнал их. Забавно. И в итоге ребята побежали дальше. Ну, Баунти Хантер пытается что-то сделать. Четвертый уровень. Бегает, ищет, но как-то он бегает без идеи. Вардов у него с собой нет. Он не может поставить там где-то вард, чтобы потом быстренько убить Курьера. И тем временем, три героя врываются в Тайт Хантера. Напоминает мне видосы из серии, а давай убьем Тайт Хантера по-быстрому. А давай. Не получилось. В другой раз. Четвертый не убивается, парни. Там якорь в четверочку. Пассивочка в двоечку. Я не знаю, я бы на месте вот этих ребят убивал бы кого угодно, но только не Тайт Хантера. Но у них свое мнение. Они считают, что можно по-быстренькому его одолеть, но не получилось. Сорян. Очень жаль. Ошибка. И вот теперь все меняется. Резко благодаря этим фрагам Shadow Shaman получил 6 уровень. И со следующими змейками ребята пойдут забирать очередную вышку. Вот на их, правда, я не знаю, что он здесь делает. Кто-то может мне объяснить, что он здесь делает? Ну не знаю, я же сказал, стоять на сложной линии, вот так вот, смотрите, без вардов. Очень и очень опасно. То есть можно стоять на легкой линии, можно стоять в миде. Хоть что-то видно из центра стоит. Можно пойти в лес. Но стоять вот здесь, вот здесь вот просто в наглую бегать, это же риск. Без рейдинса, без армлета у тебя вообще ничего нет. И он бегает. Зачем? Зачем ты здесь бегаешь, Найкс? Все же очевидно, все же очень просто. Ну и, как бы ошибка, что я могу сказать. Еще одна. Ошибочкой ребята забирают тавер. Некрофус 2200 имеет топ-1 нетверс на карте. У него хуту в дефенс, и очень скоро он купит форстаф. Но также, может быть, не за ошибкой от Тайда. Но вместо этого ошибка Слинкин. Поверил он в то, что Тайдхантер здесь находится один, но находился здесь Тайдхантер далеко не один. При этом Шадо Шаман вовремя сделал топ-аут. Пытаются в очередной раз забрать Тайдхантера, но у Некрофуса нету рипера. Но при этом никто даже не помогает Тайдхантеру. Вообще ноль помощи. Он вот так вот бежал отсюда все это время, и вообще ноль помощи. Только Шадо Шаман помог. Ну и ладно. Вот в отличие от Тролля, Некрофусу очень приятно работать по Тайдхантеру. Тролли наносят физический урон, подходят в ближний бой, Тайдхантер режет 60% урона, и Тайдхантер умирает очень медленно. Плюс Кракеншелл хорошо работает против Тролля. А Некрофусу ему просто прибежал, нажал на пульс, нажал еще раз на пульс, и потом еще раз на пульс. И Тайдхантер падает мгновенно. Если будет рипер, то он вообще улетит сразу. Так, и тем временем Баунтихантер на 14-й минуте все еще задумывается о том, как бы ему получить 6-й уровень. Он очень хочет получить 6-й. Я бы на его месте получил. Я не знаю, зачем он бегает за Баддоном, просто вот приходишь на линию, идет волна, добиваешь 6-й, и идете реализовывать Реведштейтхантера. Все очень просто. Пожалуйста. Я бы очень просил не мешать ему, ну ладно, здесь подходит Некс, ему тоже нужны денежки. Тебе голда, а мне Икспа, говорит Баунти. Вот уже так бегал, думал, ну может быть я пойду где-то там получу. Нет. Стоять на месте и не двигаться. Роуш. Так, теперь Реведж. Реведж есть. Есть даже продолжение Реведжа в виде Кентавра. Это дополнительно 2 секунды стана. Собираемся вчетвером, а можно втроем. Нападаем и убиваем. Потому что иначе тролль перефармит всех. Как бы Рейденс это здорово, но тролль с Баттл Фьюри фармит очень быстро. Очень и очень быстро. И соответственно этого тролля нужно наказывать. Как только увидел тролль с БФ, нажал на смок, побежал в вражеский лес и минус. Ну они вместо этого просто пушат, тоже вариант. Но вот ганг хорош тем, что противники не знают где вы. Вы неожиданно нападаете, забираете одного, может быть двух и уходите. Там деретесь допустим 4 на 3 или 4 на 4. Но, если пойти вот так вот в наглую пушить в 4, а Найкс находится вот здесь, то... Ну элементарно Альянс приходит в 5 и убивает 4. Так что идти нужно только с Найксом. Только с ним. Сын Кинг. Оптимист. Не добежал, капнул Тайда, но это последняя цель, которую надо копать. Некрофос писает, отличный блок вардами. Прекраснейшая игра, при этом еще Синдрен вовремя кастует сеточку, но... Тут есть Абадончик, Абадончик помогает Некрофосу. Рипер в Шаду Шамана и, соответственно, Некрофос начинает регениться, но... Это слишком мощный фокус. Да, тут просто не хватает. Не хватает жизни, ничего не хватает. И... Легенькая. Легенькая для Тайтхантера. Ну, я бы на месте Сын Кинга, честно, я бы так не врывался. Что это? Камон. Что должно произойти с Сын Кингом, чтобы он копал Тайтхантера? И на удивление, пока Тайтхантер разваливает. Вот наличие этого героя... Ну, как бы вот, когда вот он есть и его не фокусит, это не самый сильный герой. Но когда его фокусит, его пытаются убить, это неожиданно... Неожиданно он превращается в очень сильного героя. И все благодаря тому, что эти ребята в него въезжают. Каждый замес. Остановитесь. Пожалуйста. Если уж уезжаете, то только с рипера. Так, чтобы не успел сказать реведж. Там моментальный врыв Сын Кинга с блинка под эпицентр. Там потом неожиданно еще залетает тролль, и Некропос нападает с рипером. Ну, как получше смотрится. Тогда хотя бы есть шанс убить до реведжа. А так, если его не убить, то получается так, что он и впитал, и якорь один раз использовал понизи физический урон и реведж дал. Так, тут те времена Баунти Хантер бегает, и вор раскусили. Очень хороший вард от Бэйна. Молодцы. И в этой игре против Баунти Хантера получше. Ребятки покупают центри варды. Они их ставят в большом количестве. Вот если посмотреть, можно заметить раз центри вард, два центри вард и три центри вард. Даже четыре центри вард. Как бы денег уходит много, но если один раз Баунти Хантера убиваешь, то все эти центри варды окупаются. Так, тем не менее, Шадоу Шаман пошел по стопам Найкса в соло бегать в вражеском лесу. Непонятно зачем, опять же. То есть вот я спрашивал, не знаю, может быть выребят, знаете. Зачем? Вот, ну и пока саппорты, ну так, подфиживают одни и вторые. Вот Бэйн, он пытался вард поставить, его здесь перехватили. Причем он находился на своей территории, его можно просить. Но вот Шаманчик в одиночку бегал здесь. Апсов у него уже не было и в общем-то ошивается. Но! Та самая тактика. Вижу тролль СБФ. Нахожу его и убиваю. Хорош. При этом очень рано ворвался лода. Здесь уже нету тролля, здесь уже проигрышный замес. Не, можно конечно попытаться что-то сделать четвером, но зачем? Тролля нет. Тролля нет и все, умрете. Куда? Куда? Куда ты идешь? Зачем? Некрофос, который стелепортировался первый, он уже трижды все поднял и убежал. А вы такие телепортируетесь и идете умирать. Зачем? Там же Баунти Хантер. Там очень много денег получают люди. По трекаме. Две тысячи голды. Лол. Суицидеры. Команда суицидеров. И вот теперь хорошо. Ну, во-первых, пик. Такой, что теперь, если они делают фраги, они быстренько забирают Рошана. Благодаря линии это раз. И, во-вторых, во-вторых, у них есть физический урон, помимо Найкса. Следовательно, им будет очень легко забирать базу. Альянсы нужно собраться. Я сейчас не знаю, что они делают, но просто команду суицидеров. По-другому не сказать. Тем временем нашли Сэн Кинга. Он в очередной раз погиб. Баунти Хантер очень хорошо отыгрывает. Он бегает и наказывает спидпушеров. При том, он всегда имеет с собой сентри, чтобы можно было подсветить Сэн Кинга. И Сэн Кингу запрещено спидпушить. В этом случае. Поскольку Баунти Хантер его накроет. В любой ситуации. При этом сюда пришел Лода. Он наверняка понимает, что Лина здесь не одна. Лина пытается спасти сама себя. Нужно поднять Некрофоса. Нужно бежать. Нужно бежать, потому что Некрофос наглый. И с большой вероятностью он не один. И быстро его не забрать из-за худа. И пока Некрофос, пока Бадон бегает на сложной линии. Найкс пушит вверх. Сайгеса. Просто перетягиваемся наверх и забираем еще одну вышку. И потом еще вышку в центре. А Лайенс проигрывает по темпу. Они очень медленно распушивают линии. Ну вот линия находится здесь. А здесь уже Найкс забирает Тавар. И при этом, если сейчас Абану останется, его могут убить. Два героя идут драться против толпы. Удачи, ребят. С богом. С богом, Лода. Как твои дела? Красавчик. На всякий случай, Лод. Вышку тебе забрали. Да, тебе забрали вышку. Соответственно, ТП больше не будет. Твоя команда была вот здесь, Бэйн. Здесь вот был тролль. Ну как бы, ноль помощи. Зачем? Зачем ты летишь и умираешь? Ну и без некрофуса очень трудно что-либо сделать. Как бы их четверо, этих пятеро у них аэгис. Трой без Блокинг Барра, он не может подойти. Он если ворвется, его зафокусит, он моментально погибнет. В итоге, легко забрали миличный барак и очень легко забрали рейнджовый барак. Ну, как-то слишком легко, я даже не знаю. То есть, они делают довольно-таки простые вещи. Они просто идут забирать вышку большим количеством героев. И Alliance почему-то решили, что там вдвоем можно справиться. Ну, не знаю. Нужно быть слишком высокого о себе мнения. Вот. Ну, если люди рассчитывают, что они смогут вдвоем там победить четверых или троих. Это почти невозможно таким пиком. Ну и тут, соответственно, ничего не меняется. Мы идем давить дальше. У нас все необходимо имеется. Мы просто давим и душим. Аегис все еще есть. Лина. У Лины скоро будет лагуна. Мана Регин у Лины тоже присутствует. И как вариант зайти и забрать Т2 снизу. Хорошее направление выбрал тролль. Да, предполагаю, что его будут искать. Улетел у него очень скоро, будет Блокинг Бар, и он будет готов драться. У него сейчас 3400. И я жду хоть какого-то ответного действия от Alliance. Потому что пока их нет вообще. Ну, понятное дело, что тролль фармит, но вот остальные герои могут хотя бы гангать. Ну, попробовать. Там, Санкинг прыгает-копает, Бейн дает Финсгрипп, и Некрофис убивает с ульта. Например. А вот так получается, что фармит один тролль, остальные ребята бегают как-то вместе. И очень мало фармят. Ну, а эти ребята готовы продолжать. У них Тайт Хантер сраведжем и Баунти Хантер. Чем больше драг, тем лучше для Баунти. Забираем вышку снизу, Alliance даже не будет ее дэвить. Слишком опасно драться против наэкса Сайгиса. Но Абадон идет. Но идет по Т3. И в этот момент тролль пушит вверх. Так, Блэкинг Барр тролль летит хорошо. БКБш-чика уже есть. Ну и теперь можно. Теперь они могут принимать замесы. Сэн Кинг копает Шадоу Шамана. Станчик мимо. Сэн Кинг получает трек, его выталкивают. Варды Шадоу Шамана стоят и работают. Кентавра разобрали. Заканчивается Эгис. Все, отходим. Заставили стянуться тролля. Немножечко побери вышку и отошли. Либо ждем ошибки от Alliance. Они могут попробовать зайти. Да, вот прямо сейчас. Просто встретить их на горе. Где-нибудь вот здесь, на святыне. Либо просто уезжать. Нашли Сан Кинг. Ошибся. Сан Кинг ошибся, но очень далеко. Абадон ему не поможет. Тролль бьет Тайт Хантера. И в этот раз они его хорошенько зафокусили. Отличная игра. От Лоды. Молодцы. Как я и рассказывал. Синдерен. Хватает тролля Блэкинг Бара. Абадон так это не работает. И надо просто убегать. Тролль с Блэкинг Баром. Наикс, конечно, попробует забрать Абадончика. Но он может погибнуть. Он может отдать свою жизнь за это. При этом Абадон донает сам себя. Мадара все еще бежит. У Мадара имеется инфест. Он запрыгивает крипа. Тролль бежит. И тролль работает. Работают по троллю. Тролль заканчивается Блэкинг Бар. И тролль погибает. И отличнейшая игра от Койковой. Как же здорово. Ребята размансили. Снимаю шляпу. Это было очень красиво. Тролль нажал на Блэкинг Бар. Наикс все это время выиграл время. Забрал Абадона. Раскайтил тролль. Закончился Блэкинг Бар. И вот тут-то неожиданно врывается Лина с Лагуной. Харроу уж. Это было красиво. Причем. Наикс-то уже не такой опасный. Самая опасная Лина. У Лины уже Кристаллис. И очень скоро будет Дейдаус. Вот прямо сейчас. И нужно бить ее. У Наикса где-то 20 брони. И скоро будет Талант на уклонение. А у Лины очень мало брони. У него все лишь навсего девяточка. Но при этом слишком много урона. И плюс сплы. Нужно только ее бить. Как бы тролль не любил контрить Найкса. Но теперь ему нужно законтрить Лину. Иначе Лина законтрит его. У меня криты по 629. Но из плюсов хорошо убили Тайтхантера. Вот так его убить можно. Через косу и бёрст. Если бы еще Сункинг вот здесь не ошибся. То было бы больше шансов на выигрыш за место. Но что поделать. В теории он находит Сункинга. Сункинг копает. Форсик. Нужен Форстаф. Нужен Форстаф. Который на КД у Некровса. И койко богоподобен. Работаем. Аккуратненько фокусим. Не торопимся. Глиф. Глиф пропал. И к тому же Рошан очень скоро появится. Молодец Мадар. Аккуратненько побил тролля. Отошел. Подошел Шаду Шаман. Шаду Шаман очень рискует. Но теперь нужно просто отойти. Змеек нет. Рошан, как я говорил, очень скоро появится. Они идут, забирают Рошана, берут Сыр Аегис и заканчивают. Вот этим ребятам нужно шевелиться. Но они не могут терпеть. Они не могут отдавать Сыр Аегис. Они не убьют дважды на Аекса. У него слишком много жизней. Или там они не смогут выдержать там фокус Лины. Если она возьмет, например, Аегис. Им нужно сейчас идти. Причем идти нужно в Смоке. Выехали. Выехали. Тролль пытается спрятаться. Блэкинг Баррел не нажал. Тос. Трек. Инис. ГГ. Ну, может быть, он убежит. Но. Дотрывается Сэн Кинг в Тайт Хантера. Найс план, друг мой, в Тайт Хантера. Все в Тайт Хантера. Тайт Хантер успевает прожать реведж. Забирают Сэн Кинга. При этом фокусит Некрофос. Некрофоса забирает. На их все время последует троллю, которого нет у Блэкинг Бара. И он ничего не может сделать. Койко форстафается и забирает. При этом еще и тролль. Тролль выкупается, пытается ворваться в замес. Но Блэкинг Бара у него все еще нет. И ГГшечка. Ну, это уже как бы не важно. То есть он... Они проиграли, даже если бы они сидели... Люди бы просто забрали Рошан и закончили игру. Но... На удивление, эта игра, где Тайт Хантер был очень силен. Потому что в него отдавали кассу Некрофоса. В него отдавали... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова